Спецпредложение Газпрома. Газ для населения Украины может быть дешевле на четверть, если покупать его напрямую у России, а не через европейских посредников. Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет партия «Оппозиционная платформа за жизнь» в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа на Украину. Первый раунд состоялся в Москве еще в конце марта. Те же и премьер-министр Медведев. Он подтвердил намерение Газпрома. Но Украина тогда обвинила Бойко и Медведчука в измене. Со стороны власти это была бурная негативная реакция. Господин президент тогда еще Порошенко просто в конвульсиях политически предсмертных, в агонии, начал излагать суть нашей встречи. Кабмин вообще устроил шоу, где выступали и выскакивали штанов господин генеральный прокурор, возбуждающий уголовные дела. Власть на Украине сменилась, а газовой вопрос по-прежнему остается открытым. Вот что отвечает сегодня «Нафтогаз». Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате. Любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей. Тарифы для населения Украины опять увеличены на 5%. Меня простите, на каком основании? Они свои издержки решили на нас переключить? Растущими цифрами в платежках все недовольны. И вот уже ситуацию обсуждают на заседании Верховной Рады. Важнейшая тема для страны. Я прошу правительства объяснить мне и украинцам такой парадокс. В Европе цена на газ снова снизилась, а на Украине с 1 июня людям снова подняли цену. И обещают в июле еще поднять. Министр энергетики не знает, почему так происходит. Анализируя индикаторы всех бирж в Европе, мы увидели, что цена падает и падает достаточно активно. С 220 гривен почти до 160. А на рынке Украины стоимость почему-то растет. Объяснение есть у оппозиции. Сегодняшнее руководство нефтегаза, руководство правительства, оно сознательно закупает газ по завышенным ценам. Хотя по прямым поставкам мы можем получать его значительно дешевле. А это стоимость хлеба, это стоимость сахара. Это все товары, которыми пользуются люди каждый день. Снижение цены на газ – обязательный пункт предвыборной программы, которую украинская оппозиция накануне озвучила на своем съезде в Киеве.